Дорогие друзья, всем привет! Вас приветствует команда студии Мама Шила Малышу. В этом видео мы покажем, как шить юбку-шорты Маана, которые однозначно станут летним хитом вашего гардероба. Ведь эта модель сочетает в себе лучшее качество. Красивая и игривая как юбка, удобные и практичные как шорты. Выкройка разработана как для девочек, так и для женщин. Мы же не могли вас оставить без стильных летних образов в фэмили-лук. Давайте поближе рассмотрим модель, а затем перейдем к пошиву. Шорты юбка Маана свободного кроя, расширенные к низу от талии. На передней и задней части шорт расположены по две складки с каждой стороны, которые создают красивые фалды по низу шорт, образуя имитацию силуэта юбки. Выглядит это очень необычно и по-новому. По бокам расположены два кармана с отрезным бочком, чтобы все самое необходимое всегда было под рукой. На талии юбка шорты фиксируется отрезным поясом из основной ткани с широкой резинкой внутри, которая прошивается по центру двумя строчками. Это обеспечивает оригинальный внешний вид, комфортную посадку и предотвращает перекручивание резинки. Низ шорт аккуратно оформлен в подгибку. Это выглядит лаконично и не перегружает модель. Шить юбку шорты Муана мы будем по готовой выкройке «Мама шила малышу», которую можно найти на сайте mamashilomalышu.ru. Прямая ссылка в описании к этому видео. Юбка шорты Муана прекрасно сочетается с топом Тины из новой летней коллекции «Морской бриз». Дополните образ рубашкой Инди и получите стильный и элегантный образ на каждый день. Ссылки на выкройки будут также в описании к этому видео. Сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А мы переходим к обзору необходимых материалов для работы. В качестве основного материала для пошива модели Муана мы рекомендуем использовать трикотаж с лайкрой средней плотности. Идеально подходит двухниточный футер. С лицевой стороны полотна расположены вязаные косички, а с изнаночной – мягкие петельки. Также для данной модели можно использовать кулирку. Это самые тонкие и приятные телы у вида трикотажа. Выбирайте трикотаж качества пенье. Это самый мягкий, приятный и не вытягивающийся материал. Полотно должно хорошо тянуться и после растяжения сохранять форму. Вы можете взять как однотонное полотно, так и с принтом. Ориентируйтесь на свой вкус и предпочтения. Далее подберите нитки в тон основного материала. При выборе ориентируйтесь на плотность основной ткани. Рекомендуемая толщина 40 или 50, состав 100% полиэстер. Понадобится 5 катушек, 4 на оверлок и 1 на машинку. Если вы шьете без оверлока, то достаточно 1-2 катушек. Обязательно подготовьте иглы для швейной машины и оверлока. Рекомендуем использовать иглы для эластичных материалов с пометкой стрейч, суперстрейч или джерси. Номер иглы толщина 60-80. Для отстрочки по желанию возьмите двойную иглу с пометкой стрейч, номер 75-80. Расстояние между иглами может быть любое, ориентируйтесь на свой вкус. Для усиления некоторых участков нужна нитепрошивная лента шириной 1-1,5 см. Также понадобится резинка в пояс шириной 3,5 см. Необходимая длина зависит от выбранного размера и указана на вашей выкройке. Подготовьте следующие инструменты. Сантиметровую ленту и линейку, тонкие и острые булавки, сниперы, распарыватель, удобные портновские ножницы и любой маркировочный инструмент, ручку или мел. Шить будем на оверлоке. Если у вас нет оверлока, то для обработки срезов можно использовать псевдо-оверлочные строчки или зигзаг на швейной машине. Швейная машина также обязательно должна быть, без нее вы не сможете выполнить карманы. А еще понадобится распоршивальная машина. А вот если нет ее, не страшно, в таком случае обязательно подготовьте двойную иглу. Еще из оборудования нужен утюг или парогенератор. Далее подготовьте выкройку. Распечатайте ее удобным способом и вырежьте все детали. И затем переходите к раскрою. При раскрое обязательно соблюдайте направление долевой нити. На ткани она идет параллельно кромке, а на выкройках обозначена стрелкой. Оптимальные способы раскладки деталей на ткани указаны в инструкции к выкройке. Крейт ткани можно сложив ее в два слоя вдоль долевой нити, либо в один слой. Также в один слой рекомендуем крейт с лица ткани с направленным рисунком. Если вы купили выкройку в одном размере, то припуски у вас уже заложены. Если в диапазоне, не забудьте добавить припуски на швы. Подробнее это описано в инструкции. Обязательно перенесите на ткань все метки с выкройек. Это можно сделать любым удобным маркировочным инструментом или сделайте рассечки 1-2 мм ножницами. Таким образом, из основной ткани у вас должно получиться 2 детали в зеркальном отражении – задняя половинка шорт, 2 детали в зеркальном отражении – передняя половинка шорт, 1 деталь со сгибом – пояс, 2 детали в зеркальном отражении – бачок, 2 детали в зеркальном отражении – мешковина верхняя. Переходим к пошиву и начинаем с обработки карманов с отрезным бачком. Для этого возьмите переднюю половинку шорт и укрепите с помощью нити прошивной ленты или выкроенной полоски из дублерина участок входа в карман с изнаночной стороны. Для этого приложите дублерин к изнанке деталей блестящей клейкой стороной, горячим утюгом, прихлопывающими движениями сверху вниз, пройдитесь и приклейте его к деталям. Аналогично укрепите вход в карман на второй передней половинке. Далее расположите деталь передней половинки лицом вверх и поверх нее уложите соответствующую деталь мешковины лицом к лицу. Уравнивая срезы и совмещая метки, зафиксируйте детали булавками вдоль линии входа в карман. Зеркально повторите со второй передней половинкой и соответствующей ей мешковиной. Встачайте на оверлоке. Если у вас нет оверлока, проложите псевдо-оверлочную строчку на швейной машине. Повторите со второй передней половинкой. Выполненный шов приутюжьте. Припуск заутюжьте на сторону мешковины. Если на вашем материале утюг не оставляет лассы, можете утюжить с лицевой стороны. Затем зафиксируйте припуск на швейной машине. Для этого по лицевой стороне мешковины кармана проложите прямую строчку на расстоянии 1-2 мм от сгиба. В начале и конце строчки поставьте закрепки. Повторите все предыдущие шаги со второй передней половинкой и мешковиной. Далее отогните мешковину на изнаночную сторону передней половинки, формируя небольшой перекант 1-2 мм из основной детали на сторону мешковины. Приутюжьте детали в таком положении. Повторите со второй мешковиной. Теперь зафиксируйте детали по линии входа в карман булавками и со стороны основной детали проложите прямую строчку на швейной машине. Строчку прокладывайте вдоль линии входа в карман на расстоянии 5-7 мм от сгиба. В начале и конце строчки поставьте закрепки. Аналогично выполните отстрочку на второй передней половинке. Выполненные строчки приутюжьте с изнаночной стороны. Далее расположите переднюю половинку изнаночной стороной вверх и поверх мешковины уложите деталь бачка лицом к лицу. Уравнивая срезы и совмещая метки, зафиксируйте мешковину и бачок булавками по округлому срезу. Аналогично совместите и скалите вторую мешковину с соответствующей деталью бачка. И теперь, отгибая переднюю половинку шорт, стачайте на оверлоке. Если у вас нет оверлока, проложите псевдо-оверлочную строчку на швейной машине. Выполненный шов приутюжьте. Теперь переверните деталь передней половинки на лицевую сторону и уравняйте боковые срезы, совмещая линию входа в карман с меткой на мешковине на уровне припуска на шов. На швейной машине проложите прямую фиксирующую строчку от нижнего среза мешковины до метки на уровне линии входа в карман на расстоянии 5 мм от среза, чтобы при дальнейшей работе детали не сместились относительно друг друга. Повторите все предыдущие операции со вторым карманом. Следующим шагом соедините передние половинки шорт по средней линии. Для этого расположите одну деталь передней половинки лицом вверх и поверх нее уложите вторую деталь передней половинки лицом к лицу. Уравнивая средние срезы, а также срезы по линии талии и шаговому шву. Зафиксируйте булавками детали по всей длине среднего среза. Теперь сточайте на верлоке, либо проложите псевдоверлочную строчку на швейной машине. При шитье на изогнутом участке поворачивайте детали, повторяя форму срезов. Выполненный шов приутюжьте. Припуск заутюжьте на одну из сторон таким образом, чтобы лицевая сторона обмёточной строчки находилась сверху. Итак, теперь необходимо сформировать складки на передней части шорт. На каждой детали передней половинки конструкции предусмотрено по две складки. Для формирования одной складки необходимо использовать три метки. Обратите внимание на направление складок. Оно обозначено на выкройках стрелками. На передних половинках шорт складки закрываются к центру. Поэтому, чтобы собрать первую складку, найдите на правой передней половинке три метки, которые расположены ближе к среднему шву, и совместите крайние метки лицом к лицу. На уровне средней метки сформируйте сгиб, то есть ребро складки. Припуск направьте в сторону бокового шва. Зафиксируйте складку булавками в таком положении вдоль линии талии. Далее аналогично сформируйте вторую складку на правой передней половинке. Совместите две крайние метки, которые находятся ближе к входу в карман, укладывая среднюю метку на сгиб. Припуск направьте также в сторону бокового шва. Зафиксируйте булавками. Теперь совместите линию входа в карман с меткой на бачке, уравнивая верхние срезы и зафиксируйте булавкой. Затем также уравнивая верхние срезы, совместите и скалите булавками остальные участки бачка и мешковины с передней половинкой брюк по линии талии. Зеркально повторите с левой передней половинкой шорт. Сначала сформируйте складку, которая находится ближе к среднему шву. Припуск также направьте в сторону бокового шва. Обратите внимание, что припуски на правой и левой половинке относительно среднего шва направлены в противоположные стороны. Затем сформируйте вторую складку и зафиксируйте бачок и мешковину кармана с левой передней половинкой по линии талии. Вот так у вас должна выглядеть передняя часть шорт на данном этапе. И теперь вдоль верхнего края проложите прямую строчку на швейной машине на расстоянии 3-5 мм от среза, фиксируя все детали и складки. Строчку начинайте прокладывать за 1,5-2 см до линии входа в карман. Закрепки в начале и конце строчки ставить не обязательно. Проходя участок с припуском по среднему шву, убедитесь, что он направлен в заутюженную сторону. Закончите строчку, прошивая 1,5-2 см за линию входа во второй карман. Следующим шагом соедините задние половинки шорт по средней линии. Для этого расположите одну деталь задней половинки лицом вверх и поверх нее уложите вторую деталь задней половинки лицом к лицу, уравнивая срезы и совмещая метки по средней линии. Зафиксируйте булавками детали по всей длине среднего среза, начиная со стороны шагового шва. Теперь сточайте на верлоке, либо проложите псевдо-верлочную строчку на швейной машине. При шитье на изогнутом участке поворачивайте детали, повторяя форму срезов. Если у вас недостаточно опыта обработки фигурных срезов на верлоке, чтобы не обрезать лишний материал, рекомендуем перед этим отключить нож. Выполненный шов при утюжке. Припуск заутюжьте в ту же сторону, на которую ранее был заутюжен припуск на передней части шорт. Таким образом, при соединении далее по боковым швам передней и задней частей шорт припуски по среднему шву будут направлены в разные стороны, не создавая дополнительного утолщения на данном участке. Далее необходимо сформировать складки на задней части шорт. Процесс абсолютно такой же, как при формировании складок по переду. Складки при этом также закрываются к центру. Итак, сначала сформируйте складку из трех меток на правой задней половинке, которые расположены ближе к среднему шву. Для этого совместите крайние метки лицом к лицу, припуск направьте в сторону бокового шва. Затем сформируйте вторую складку на задней половинке, направляя припуск также в сторону бокового шва. Зафиксируйте булавками. Аналогично сформируйте складки на левой задней половинке. Припуски при этом направлены зеркально-припуском на правой половинке. И теперь вдоль верхнего края проложите прямую строчку на швейной машине на расстоянии 3-5 мм от среза, фиксируя все складки. Строчку начинайте прокладывать за 1,5-2 см до припуска первой складки. Закрепки в начале и конце строчки ставить не обязательно. При шитье слегка натягивайте ткань. Проходя участок с припуском по среднему шву, убедитесь, что он направлен в заутюженную сторону. Закончите строчку, прошивая еще 1,5-2 см после сгиба последней складки. Выполненные швы на передней и задней частях шорт приутюжьте кончиком утюга на уровне припуска на шов 1 см, не заходя на основную часть деталей. Теперь переходим к соединению основных деталей шорт. Итак, расположите заднюю часть шорт лицом вверх и поверх нее уложите переднюю часть лицом к лицу. Уравнивая боковые срезы и совмещая метки, зафиксируйте детали булавками. Булавки располагайте по всей длине бокового среза со стороны передней части шорт. Аналогично зафиксируйте боковые срезы со второй стороны. Далее сточайте на верлоке, либо проложите псевдо-верлочную строчку на швейной машине. При прохождении на утолщениях помогайте ткани руками продвигаться под лапкой. Выполненные швы приутюжьте. Припуски заутюжьте на сторону задних половинок шорт. Для удобства воспользуйтесь длинной рукавной колодкой, либо любой другой, какая у вас есть. Чтобы уменьшить толщину на участке бокового шва, при дальнейшей обработке нижнего среза, направьте припуск на уровне линии сгиба будущей подгибки в разные стороны и приутюжьте его в таком положении. Повторите с припуском по второму боковому шву. Следующим шагом необходимо соединить детали по шаговому шву. Для этого совместите швы на передней и задней части шорт по шаговому срезу, при этом припуски направьте в разные стороны. Зафиксируйте булавкой в русло шва. И затем, уравнивая срезы и совмещая метки, скалите булавками детали по всей длине шагового шва. Далее за один подход стачайте переднюю и заднюю половинки шорт по шаговому срезу. Проверьте качество шва с лицевой стороны. Все швы должны стыковаться и находиться на одном уровне. Выполненный шов приутюжьте. И теперь заутюжьте припуски на сторону задних половинок шорт. Далее займемся сборкой пояса. Итак, сложите деталь пояса пополам вдоль длинного среза изнанкой внутрь. Уравнивая срезы и совмещая метки, приутюжьте сгиб. Теперь разверните деталь пояса и сложите ее лицевой стороной внутрь, уравнивая короткие срезы. Совмещая метки, зафиксируйте пояс в таком положении булавками вдоль короткого среза. Затем стачайте на верлоке. Либо проложите прямую строчку на швейной машине на расстоянии припуска на шов 1 см. В начале и конце строчки поставьте закрепки. Выполненный шов приутюжьте. Если вы стачивали на швейной машине, припуски оформите в разутюжку. Если же шов обметан на верлоке, то разложите припуск на сгибе в разные стороны и приутюжьте в таком положении. Таким образом припуск направлен в разные стороны до и после сгиба на поясе. Далее сложите пояс пополам, по ранее заутюженному сгибу вдоль длинной стороны изнанкой внутрь, совмещая швы и зафиксируйте их булавкой. Затем, уравнивая открытые срезы, зафиксируйте пояс булавками по всей длине, совмещая метки. И теперь на швейной машине проложите прямую строчку по нижнему срезу пояса на расстоянии 5 мм от края. Строчку начинайте за 2-3 см до шва соединения пояса. Закрепки в начале и конце строчки можно не ставить. Шейте по всей длине пояса, но не доходя до начала строчки 2-3 см. Оставьте этот участок непрошитым, через него будем вставлять резинку. Далее возьмите резинку и продекатируйте ее. Это нужно, чтобы резинка дала усадку перед пошивом. Резинку не растягивайте, обильно обработайте ее паром, слегка касаясь утюгом. Отмерьте необходимую длину резинки. Она зависит от выбранного размера и указана на выкройках. Также вы можете выполнить примерку и определить комфортную длину резинки по фигуре. Не забудьте добавить припуски на швы. И сейчас с помощью специального инструмента или английской булавки проденьте резинку в пояс через техническое отверстие. Аккуратно расправляйте ткань, не перекручивая резинку внутри пояса. Выведите второй конец резинки через техническое отверстие наружу и соедините ее короткие срезы в кольцо. Для этого на одном конце резинки начертите линию на расстоянии 2 см от края. А затем приложите второй конец резинки к начерченной линии и зафиксируйте в таком положении булавками. Далее на швейной машине проложите прямую строчку вдоль короткой стороны резинки. В начале и конце строчки обязательно поставьте закрепки. Заправьте резинку внутри пояса и еще раз убедитесь, что она не перекручена внутри него. Теперь можно зашить техническое отверстие на швейной машине. Строчку прокладывайте в русло предыдущего шва. Равномерно распределите пояс по всей длине резинки, растягивая его в разные стороны. Сейчас резинку необходимо уложить впритык к сгибу пояса и зафиксировать в таком положении булавками по всей длине пояса. Булавки рекомендуем вкалывать почаще, чтобы избежать смещения слоев ткани. Далее выполните отстрочку по поясу. Для этого измерьте на выкройке расстояние от сгиба до первой линии отделочной строчки на поясе либо сложите выкройку вдоль длинной стороны пополам и уложите ее под лапку швейной машины. Иглу поставьте на уровне первой линии отделочной строчки, а на уровне сгиба поставьте ограничитель, либо выберите ориентир. И после этого проложите строчку на полученном расстоянии от сгиба по детали пояса. При этом растягивайте пояс и помогайте руками детали продвигаться под лапкой. В начале строчки закрепку можно не ставить, а замыкая строчку в кольцо, прошейте внахлёст несколько стежков в русло начала шва и поставьте закрепку. Аналогичным способом определите расстояние от сгиба пояса до второй отделочной строчки и выполните отстрочку по поясу на нужном расстоянии. Две строчки при этом должны проходить параллельно друг к другу. При шитье также равномерно растягивайте пояс и помогайте ткани руками продвигаться под лапкой. Замыкая строчку в кольцо, прошейте внахлёст несколько стежков в русло начала шва и не забудьте поставить закрепку. Пояс готов. Теперь соедините его с шортами. Для этого выверните шорты на изнаночную сторону и расположите их линией талии к себе. Вложите деталь пояса внутрь шорт, лицом к лицу и уравняйте открытые срезы по линии талии. Сгиб на поясе при этом направлен в сторону низа шорт. Совместите средний шов со стороны задней части шорт со швом на поясе и зафиксируйте их булавкой. Булавку располагайте со стороны пояса. Далее совместите и скалите метки середины переда. И после этого совместите боковые швы на шортах с соответствующими метками на поясе. Зафиксируйте их булавками. И теперь, уравнивая срезы и равномерно растягивая пояс до размеров среза шорт по линии талии, скалите булавками детали на оставшихся участках. Булавки вкалывайте чаще, чтобы не произошло смещение слоев ткани в процессе шитья. Итак, уже можно сточать детали на оверлоке. Но мы рекомендуем сначала проложить фиксирующий шов по всей длине пояса на швейной машине. Строчку рекомендуем прокладывать со стороны пояса на расстоянии 5 мм от среза. При пошиве равномерно растягивайте пояс. И при прохождении на утолщениях обязательно помогайте руками ткани продвигаться под лапкой. Замыкая строчку в кольцо, прошейте еще 1-1,5 см, заходя на начало строчки и поставьте закрепку. И, наконец, проложите 4-х ниточный шов на оверлоке, либо псевдо-оверлочную строчку на швейной машине. Заканчивая строчку, прошейте еще 1,5 см, заходя на ее начало. И увидите шов с изделия. Хвостик от обмёточной строчки распустите, завяжите в узелок и спрячьте в шов с помощью специального инструмента или иголки с большим ушком. Излишек срежьте. Выполненный шов приутюжьте кончиком утюга на уровне припуска на шов. Припуск заутюжьте на сторону основной детали. Осталось обработать шорты по нижнему срезу. Для этого выполните примерку и определитесь с итоговой длиной изделия. Если будете делать корректировку длины, не забудьте добавить припуск на шов – 2 см. А чтобы уменьшить толщину на участке бокового и шагового шва при подгибке, разверните припуск в противоположную сторону и зафиксируйте в таком положении булавкой. По желанию, приколите таким образом припуски на всех четырех швах. Теперь обметайте нижний срез на оверлоке, либо проложите псевдо-оверлочную строчку или зигзаг на швейной машине. Припуски при этом располагайте в ту сторону, в которую вы их ранее прикололи булавками. Заканчивая строчку, прошейте еще полтора сантиметра, заходя на ее начало, и уведите строчку с изделия. Хвостики ниток распустите, завяжите в узелок и спрячьте в шов. Излишки срежьте. Аналогичным образом обметайте нижний срез на второй брючине шорт. Выполненные швы приутюжьте. А припуски на участках среднего и шагового швов заутюжьте таким образом, чтобы они были направлены в разные стороны. Далее с помощью маркировочного инструмента и линейки с изнаночной стороны начертите прямую линию прикладывания, параллельную нижнему срезу на расстоянии 4 сантиметра от края. Начертите линию вдоль всей длины нижнего среза. Затем подогните край на 2 сантиметра, уравнивая нижний срез с ранее начерченной линией. И прикалывая его булавками к поверхности, приутюжьте сгиб по всей длине линии низа. Теперь не вынимая полностью булавки, зафиксируйте ими же в таком же положении подгибку по всей длине низа шорт. Работайте небольшими участками, постепенно заутюживая сгиб вдоль всей длины по линии низа. Для удобства в дальнейшей работе припуск рекомендуем приметать. Стежки при этом прокладывайте по самому краю подгибки. Эта строчка далее будет служить ориентиром при шитье на швейной или распашивальной машине, а также потом без труда удалиться. Итак, установите на швейную машину двойную иглу и проложите прямую строчку вдоль нижнего среза. Строчку прокладывайте по лицевой стороне на расстоянии 1,7-1,8 сантиметров от края, ориентируясь на наметочную строчку. Если у вас есть распашивальная машина, то выполните шов с помощью нее. В начале строчки закрепки ставить не нужно. Заканчивая строчку, проложите несколько стежков внахлёст, замыкая шов в кольцо. Вытяните нити наизнанку и зафиксируйте удобным для себя способом. Также удалите сметочные стежки. Аналогичным образом выполните подгибку по нижнему срезу с другой стороны. Хорошенько отутюжьте подгибку с паром и сделайте финальную влажно-тепловую обработку всего изделия. Вот и все! Легкие, стильные и суперудобные шорты для прогулок в жаркие дни готовы! Благодаря свободному крою юбка-шорты идеально садятся на любую фигуру и обеспечивают комфорт в течение дня. Обязательно шейте эту модель не только для себя, но и для дочки! На нашем сайте www.mamashilomalushu.ru есть и детские шорты Moana. Поверьте, это прекрасная модель, которая завоюет не одно девичье сердечко. А у нас еще собрана большая коллекция выкроек для всей семьи. Выбирайте модели для себя, детей и супруга. Радуйте семью новыми моделями и обязательно делитесь результатами своих работ. Присылайте фото в нашу группу ВКонтакте, а еще ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. С вами была команда студии Мама Шила Малышу. До новых встреч!